Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео я расскажу вам про Теодора Дорна и его социологию музыки. Я начну свой рассказ с того, что Теодор Дорна создал утверждение о том, что именно определенные структурные свойства музыки определяют реакции слушателей и то, как оно привлекает определенных группы лиц. То есть, если композиция устроена определенным образом, то и привлекает определенные группы людей. Он установил в условиях современного общества определенные группы типов слушателей музыки. Безусловно, в его работе идет речь о другом времени, но оно также применимо и в наших реалиях. Он разделил слушателей на несколько групп. Первая группа – это образованный слушатель. А образованный слушатель – это потребитель культуры, который много слушает, он много знает о исполнителях, много биографических данных. Также он ненасытно пользуется новой информацией и интересуется событиями в данной сфере. Он уважает музыку как культурное достояние. Но чаще всего он обращает внимание больше на красивые мелодии, а не на само развитие произведения. На какие-то величественные моменты у него уходит большая фокусировка своего внимания. Второй тип, который выделил Адорно – это эмоциональный слушатель. Если первый тип был больше направлен на саму музыку, то данный тип больше направлен на саму личность человека. То есть слушание музыки для него становится инструментом высвобождения эмоций, который он сдерживает в связи с какими-то общественными или другими рамками. Весь тип называется типом ресентиментного слушателя. У него есть явное отвращение к классическому романтическому идеалу музыки, что и помешало ему осознать всю значимость музыки. Этот тип имеет общие черты с слушателями джаза. Он взращивается и эксплуатируется бизнесом, рассчитанным на тинейджеров. И в итоге протест с каким-то идеалом музыки перерастает в какой-то покорность следовать друг другу и подчиняться всем массам. Если говорить о коммерции и джазе, то они уже связаны с шлягером. Шлягер – это запоминающаяся или повторяющаяся мелодия в музыке. И четвертый, самый обширный тип слушателей – это слушатели, для которых музыка является развлечением. Подорно называет релевантным лишь этот тип. Индустрия культуры рассчитана именно на этот тип слушателей. Музыка для него не смысловое целое, а источник раздражителей. Структура такого слушания похожа на структуру курения. Она определяется скорее неприятными ощущениями в момент выключения и неким удовлетворением в момент включения излучающего звук устройства. Слушатель, развлекающийся музыкой, напротив, опасается, как бы его самого не поставили слишком высоко. Он скептически относится только к тому, что принуждает его сознательно мыслить. Сразу же приходит на ум человек, который сидит вконтакте и прячет свои аудиозаписи и никогда не может поделиться даже своим музыкальным вкусом. Именно этот четвертый развлекательный тип слушателя максимально соответствует. Эти люди и сами, видимо, до конца не уверены в том, какую музыку они любят, из-за чего они ее любят. У них просто сложилось какое-то впечатление о вкусе и чаще всего подменивают понятия данного типа под понятия меломана. Они говорят то, что они слушают все подряд, им не важно, что слушать. Но на самом деле эти люди как раз-таки уже давным-давно входят в планы маркетологов и других коммерческих деятелей, которые зарабатывают большое количество денег благодаря таким людям. Дорна также говорит, что мы не можем говорить людям, что они должны понимать под музыкой и как ее понимать. И лично сам я в этом убедился, потому что нередко я говорил людям, что они слушают откровенный трэш, потому что, ну, как раз-таки они и ведут себя словно под социальными всеми этими программами, под коммерческими бизнес-планами. Но, тем не менее, они все равно до последнего будут отстаивать свою позицию, потому что критикой этот вопрос точно нельзя решить и не знаю, нужно ли его вообще решать. Я это говорил людям чисто из личных побуждений, потому что мне, честно говоря, не очень приятно общаться с человеком, который слушает какой-то трэш. Вот, когда он говорит за этот трэш и восхваляет этот трэш, я не понимаю такого. Также Adorno взял понятие легкой музыки. Казалось бы, понятие весьма логически понятно, но на самом деле это не так, и под ним кроется более глубинный смысл. В передовых промышленных странах легкая музыка определяется через стандартизацию. Ее прототип – это и есть шлягер. Легкая музыка не несет за собой осмысление чего-то важного и преодоление высоких чувств. Отличие между более какой-то серьезной музыкой и легкой музыкой заключается в том, что вся легкая музыка создана благодаря системам стандартизации. Стандартизация, она отклоняет какое-то свободное строение формы музыкальной композиции. То есть, говоря о легкой музыке, в ней всегда есть какой-либо план припева, куплета, бриджа и других составляющих трека. Слушание легкой музыки не столько провоцируется заинтересованными лицами, которые ее производят и распространяют, она как бы осуществляется само собой благодаря и моментам, свойствам этой музыки. Она создает у своих жертв систему условных рефлексов. И хорошие вопросы, о которых можно задуматься, это, например, почему музыка, которая более массовая, бездарная, бессмысленная, в отношении намного великих произведений, собирает намного больше прослушиваний в данный момент времени. Это очень хороший вопрос. Также он называет обществом потребителей тех, кто хотя бы раз услышал эту музыку. То есть, например, если человек уже едет в машине куда-то там и слушает по радио какую-то определенную музыку, то он уже является потребителем этой музыки. Также скажу, что Теодор Адорный исследовал данную отрасль культуры в то время, когда только создавались наиболее массовые устройства для прослушивания музыки. Если раньше музыкой могли наслаждаться лишь избранные люди, которым позволяло это делать их состояние и другие привилегии, то тогда уже ближе к концу 20 века и в наше время этим могут пользоваться абсолютно все. Именно поэтому люди придумали сделать из данной отрасли культуры индустрию. Я говорю индустрию, потому что человек, в общем, когда чем-то занимается, хочет сделать все под какие-то стандарты, чтобы была определенная структура. Как и случилось в музыке, если раньше, несколько веков назад, великие музыканты делали музыку в свободной форме, то теперь, сейчас люди стараются делать это наиболее структурированно. Теперь музыка более направлена на коммерцию, на массовость и на обширность ее слушателей.